Всем культ, с вами Никитос, это влоги и сразу хочу сказать о том, что я не прекращу этого делать, потому что я это в первую очередь делал для себя. Мне интересна история создания своего проекта, я сожалею о том, что я не начал снимать видосы 7 лет назад, когда купил эту тачку, потому что было бы намного интереснее. Потому что автомобиль каждый год менялся и дорабатывался достаточно интересно. А сейчас, да, мне интересно запечатлеть, как я это все делал, как это происходит, как мне помогают друзья, знакомые, приятели и так далее. Поэтому влогом быть может быть не так много, но это будет чисто для моей истории. Поэтому все, кто поддерживает, вам большой респект. Все, кто не поддерживает, вам большой не респект. Все, приятного просмотра, я погнал. Итак, что я наделал в прошлый раз? Смотрите. Снял дроссель, покрасил тут все, здесь точка не докрасилась и пришел капец моему баллончику, это пластидипом залито, если что. Не знаю, я буду докрашивать это или нет, или поставлю так. И смотрите, что еще тут. Итак, у нас здесь впускной коллектор, который стоял у меня до этого, и впускной коллектор, который будет стоять теперь, ну, по сей день и так дальше, и так дальше. Какая у нас была небольшая проблема? Вот эти втулочки я выкручивал, две вкрутились без проблем, две лопнули. Поэтому были куплены по оригиналу две штуки, и вот у них разница. Вот у этих, короче, внутренняя часть чуть меньше. У этих чуть больше, поэтому мы их не могли выкрутить. Новые где-то тут лежат. И еще я купил прокладки. Одна на дроссель и две на впуск. Почему на впуск идет у меня две прокладки? Смотрите, вот почему. У меня есть из текстолита, короче, прокладка. Остатки на ней. Прокладки для впуска, да. Я ее сейчас почищу. Она толстая вот такая, можете видеть. И она отводит температуру от впускного коллектора. Устанавливается вот сюда. И с двух сторон нужны прокладки, чтобы ничего не сифонило нигде, чтобы потом не делать опрессовки и не мучиться с этим. Вот, все шланги подключим. Вот здесь поменяется хомутик, потому что немножко было запотевание масла. Вот видите, тут даже шланг немного в таком себе состоянии. Ну и все, сейчас я начну собирать впуск и все потиху подключать. Все идет медленно, но верно. Лучше качественно и никуда не спешить. Поэтому я переодеваюсь и начинаю маслать. А, вот еще. Забрал аккумулятор свой, возил его на поверху. Он у меня новый, типа гелевый, с системой старт-стоп, но ее у меня нет. Но теперь есть хорошая музыка, два усилителя, большой сабвуфер. Поэтому нужна темка такая, чтобы аккумулятор стоял в багажнике и нормально себя чувствовал. Поэтому аккумулятор отправлялся на поверху. С ним все хорошо, ничего не надо делать. И, короче, как-то так. Все, пошел переодеваться. Итак, прокладку я очистил. Выглядит она вот так. Нет следов старой прокладки. Ну, только отметочки такие. Ну, вот так это выглядит. Все, оставим три прокладки. Вот такой вот сэндвич. Все сейчас помажем тоненько-тоненько герметиком. И вот так вот залетит и наверх впуск. Вот так он у нас станет. Вот такой красивый. И будет стоять вот так. Ну, вот так. Бомба. Так процесс идет. Прокладочки устанавливаются. Уже стоит две. Вот таким методом мы ее намазываем. Вот таким шпателем. Вот такой герметик Витя Рейнс. Все, сейчас еще одну прокладочку наверх. И впускной коллектор. Ну, в общем, ребята, такой промежуточный вариант у нас. Коллектор стоит, он закручен. Все окей. Все круто. Дротель я тоже закрутил. И не стал ставить его на герметик. Решил попробовать так. Герметик-то я всегда успею нанести. И мне не нравится, как поцарапан коллектор. Что-то очень быстро поцарапался. Короче, есть вопросы. Ну, попробуем его полирнуть. Я думаю, что все будет окей. Много однотипных вопросов люди задают, когда встречают. И вот, ну, типа, когда заберешь тачку? Ребят, вот вам еще один пример, блядь, как вот собирать тачку. Вот надо было купить. Поехал, поискал, купил два. Надо было купить. Поехал, поискал, купил шрузовый. Надо было купить. И вот так машина собирается по болтикам, блин. Не все так просто и легко. Ребятки, показываю, где вы очень качественно можете затонировать свой автомобиль и произвести любые работы по пленке. Все автомобили я тонировал и тонирую у Артема. Это тот, к кому мы сейчас приехали. Это, как вы можете узнать, минские ребята, это партизанский проспект. После А100 поворачиваем направо. Перед вторым кольцом. Перед первым, вернее. И заезжаем вот сюда. Такая территория. Здесь есть мойка, шинка, шаурма. Все виды кузовных работ. Дороги нет. Подъезжаем к Артему и получаем тонировка, растонировка. Мир тонировки называется, короче. Тема. Вон ребята работают с потолками, короче, со всей темой. Поэтому сейчас посмотрите, как все происходит. Смотри, такой начальник. Что, готовы посмотреть, как это будет выглядеть? Вот так. Гляну жирно, жирно. С подсветкой изнутри будет просто офигительно. Я вам обещаю. А я пиздеть не умею. Короче, тут грязно, не обращается внимания рабочие моменты. Короче, Тема занимается, как и занимался, очень давно. Но тонировками, пленками. Вот можете градацию пленок посмотреть. Шумоизоляция. И что еще? Антигравийки, тонировка. Короче, все. Винил, все, что хотите клеить. Вот, пожалуйста, ассортимента валом у Темы. Поэтому все свои тачки я тонирую именно у него. Всегда хорошее качество. Ребята занимаются перетяжкой потолков тут. И есть еще выпрямление вмятин, да, беспокрасочное. Да. Видите, поэтому в один бокс приехал, сделал, всю красоту навел и кайфуешь. Поэтому давайте, залетайте партизанский. Показал, как ехать. Он вас ждет. Говорите от Никитоса, получаете какой-нибудь бонус. Какой-нибудь. Какой-нибудь. Тема так заботится о безопасности своих детей, чтобы, не дай бог, на них не попал ультрафиолет. Он на заводскую тренировку себе лупанул еще пятнахой. Ребят, вот так вообще ничего. О, смотрите, айфон видит. Прикольно, а глаз нет. Прикольно. Бля, ну это борстома. Она даже, блядь, напрямик. А, ну чуть-чуть просвечивается. Чуть-чуть. С сыном носимся по делам. А сейчас едем забирать резину на посад. Переднюю. Я заказал резину из Могилева. Пирели, Пизиро, БУшка, 6 мм остаток. Отличное состояние, 19-й год. Короче, все супер-гуд. Мне для моих нужд вот ее вот так вот с головой. А потом поедем на Шинку Пушкина и постараемся ее сегодня быстренько переобуть. Потому что у нас эта неделя абсолютно дурная. Потому что вот у этого красавчика... Дань, помахай в камеру. У него день рождения в субботу. Да, в субботу. Вот. Поэтому мы тут готовимся. Короче, покупаем подарки. Все заказываем. Все надо успеть. Потому что мы уедем в шлобин. Короче, как-то так. Все. Приятного просмотра. Так, смотрите. Че у нас по остатку? По резине. Вот такой жирный остаток у нас. Вон индикатор. Глубоко, далеко. Короче, два года они отъездят налегке. Размеры я взял 235. 35 как сзади, чтобы везде были одинаковые. А стоял 225-35 впереди. Оп. Вставай, чемпион. Давай, мужчины не плачут. Молодец. Вот это настоящий мужик растет. Шлепнулся знатно и даже слезу не пустил. Ребят вовремя остановил, они мне чуть заднюю пару не поменяли. Все оперативно быстро, но сзади у нас там еще мясо. Потому что я покупал пару эту заднюю новой, а перед брал бы ушку. Вот как-то так. Дань, пошли кран смотреть. Смотрите. Ну, очень нравится на шинке. Не просто на шинке, а, конечно же, на шинке Пушкина 70А. Потому что это лучшая шинка в городе. Короче, смотрите состояние моей резины. Даже стыдно показывать, если честно. Индикатор. Вот он. Корт. Вот он. Короче, вот такой я плохой водитель, доездил до такого состояния. Ну, увидел позавчера и спустя день уже меняю резину. Так, ребят, у нас спирели оказались с защитой диска. То есть у них усиленный борт. И вот здесь вот такой вот кантик есть. Конечно, это все круто. Но это было бы круто. Вот видите, как она торчит шире, да, чем диск. Это было бы круто, если бы этот диск был в идеале. Вот это бы меня, конечно, наверное, и спасло. Но Hankook был до этого без такой штуки. И он был ниже. То есть натяг был больше. И диск прям был голенький. И вот эта штука... А, не, это у меня другой диск. На щебенке, короче, у меня есть еще пятый диск. Короче, он покоцан по-другому. Все остальные в идеале, только вот этот с коцкой. Ну, выглядит на самом деле неплохо. Я думал, будет повыше. Даник, стой! Короче, как-то так. Цените вид. Смотри, какая Audi красивая, Даник. Итак, только на следующий день я забрал машину с шинки. Рассказываю, почему. Ребят, смотрите. Резина контрабандная, да. Ее, когда везут к нам в страну, ее запихивают ломами друг в друга. Ну, и так бывает, что запихивают очень много покрышек друг в друга. Когда ее запихивают ломами, на бортах остаются от ломов такие вот вмятинки небольшие. Обычно этих вмятинок 2-4 штуки максимум. И на одном колесе у меня было 2. Беспроблем надулось, да. Ну, то есть даешь давление, а они заскакивают на хампы. А на втором колесе было 6 таких замятий. И они были с разных сторон. То есть, когда одну сторону подтягиваешь, со второй спускает. И вчера не смогли ничего сделать, состали резину полежать. И сегодня пришел Женек. Женек, тебе привет и большое спасибо. Женек любитель всяких вот таких вот извращений. И он умеет, как настоящий извращуга, обувать такие колеса. Ну, и не только такие там, любые. Ой, какая резко красивая. Очень нравится 2-2-2 в купе. Всякие там стенсерские колеса, короче. Женек обувает без проблем. И у него сегодня получилось. А пусть мои колеса тоже без проблем. Ну, колесо вернее. По отзывам по Пирели. Я пока прокатился тут по месту. Сейчас приехал наш Трио. Ставил машину. Сначала показалось, что резина жестковата. Ну, я же на красной тачке езжу. Мне можно на красной. Особенно, когда никого нету. Так вот. Резина сначала показалась жестковата. Потом выехал на такую, ну, не очень дорогу. И на самом деле достаточно все круто, мягко, классно. И мне кажется, даже подвеска начала чуть-чуть лучше работать. Из-за того, что морда стала немного выше. Потому что резина немного выше. 235-35, не 225-35. Короче, как-то так. Я доволен. Класс. Все супер. Ничего не пришлось менять. И на день рождения ребенка я поеду на нормальной, классной резине. Короче, как-то так. Всех обнял, приподнял. Мы имеем. Это не совсем ништяк. Это обслуга для моего любимого ЦЦ. Это Орига. По номеру механы сразу узнают, что это. Особенно ваговоды. Открываем. А это у нас оригинальный маслоотделитель для пассата. По пробегу как раз его можно менять. И я, ну, занимаюсь обслуживанием своего любимого автомобиля. И заказал вот такую вот штуку. У-ху. Так. А здесь мы имеем не посуду. Не-не-не. О, Никитос. Написано. Даник, смотри. Оба. Оба. Щеколадка. Это тебе. Держи. Так. Это на джету. Это у нас главный цилиндр для сцепления. Он идет в коробку у нас. Мы заказали новенький. Топран, правда, да? Ну, ладно. Будет топран. Здесь у нас Кератек для пассата. Те, кто любит свои автомобили, знают, что это за жижа такая для двигателя. А вот здесь у нас, угадайте, что? Volkswagen Audi. Ariga. Опа, опа. Та-дам. Ariga приехала. Итак, еще на 5 число автомобиль для зарубы. Что-то из современного. То, что едет от 9 до 13 секунд 100-200. 0-100 плюс-минус нам не важно. Ну, главное, чтобы вы там не ехали 3 секунды, потому что уедете сильно вперед. Вот. Привод тоже не важно. Передний, задний, полный. Без проблем. Поэтому, кто хочет поучаствовать в зарубе и поучаствовать в видео в классной компании, пишите мне. 5 число, воскресенье. Залетаем на зарубу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова